Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире интеллектуальная собственность, генетические ресурсы и Западная Армения. Лития Маркосян. Айаквэ подал в Гемпрокуратуру уведомление о преступлении в связи с делимитацией. Первые оборонные консультации между Министерством обороны Восточной Армении и Индии. Известные звезды желают выкупить выставленную на продажу армянскую церковь Себастье. Харберти найдена надгробой возрастом 165 лет с надписью на армянском языке. Ваку полностью разрушил церковь Сур-Амбарцун-Берцора. С 13 по 14 мая в Женеве состоялась дипломатическая конференция Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору, организованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности ООН. Делегация Западной Армении также приняла участие в конференции. Президент Республики Западной Армении Лития Маркусян отметила, присутствие Западной Армении очень важно, поскольку армяне Западной Армении являются коренным народом и уже более 10 тысяч лет живут на земле предков, несут реальную ответственность за эффективную защиту. Делегация Западной Армении будет работать над завершением проектов, защищая богатое наследие Западной Армении. С подробностями можно ознакомиться на нашем YouTube-канале WesternArmieniaTV. Инициатива АЯКВ подала заявление в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в связи с так называемым процессом делимитации и демаркации. Руководитель инициативы Аветик Чалабян заявил журналистам, процесс, происходящий сегодня в Тавушской области, незаконный. По мнению авторов заявления, вице-премьер Мегер Григориан превысил свои полномочия. Сегодня мы представили уведомление о преступлении касательно самого процесса демаркации. Процесс, который происходит на базе заявлений комиссии, обеих сторон нелегитимен, поскольку наши внутренние процедуры предусматривают определение границ Армении только на основе международных договоров. Международные договоры должны быть одобрены Верховным судом и ратифицированы Национальным собранием. 205-я статья Конституции требует, чтобы международные договоры, которые касаются территории Республики Армении, ратифицировались посредством всенародного референдума. Комиссия, которым этим занимается, заявляет, что демаркация, которая будет проведена в результате совместных работ двух комиссий, будет считаться окончательной. То есть это и будет наша граница. Это грубое нарушение нашего законодательства и прав. По словам Чалабяна, территории армянских сел Тавуша попросту сдаются врагу. И любой чиновник, идущий на такой шаг, превышает свои полномочия. Наш Уголовный кодекс четко определяет превышение полномочий, и если оно было совершено организованной группой и причинило существенный ущерб, то это также является отягчающим обстоятельством и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Мы представляем сообщение о преступлении и будем строго следить, чтобы на основании этого сообщения было возбуждено уголовное дело. Добавив, армянские войска не должны быть выведены или отведены из Тавуша. Должна быть установлена новая граница, а это возможно только путем референдума. Как сообщает Пресс-служба Минобороны Восточной Армении, 14 мая в административном комплексе Министерства обороны Восточной Армении состоялись первые оборонные консультации между Министерством обороны Армении и Индии. Консультации прошли под председательством начальника управления оборонной политикой и международного сотрудничества Министерства обороны Восточной Армении Ливона Айвазяна и Объединенного секретаря Министерства обороны Индии по вопросам международного сотрудничества Бишвеша Неки. В консультациях также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Индии в Армении Нилакши Саха Синга и военный атташе бригадный генерал Навин Ниджабан. В ходе консультации были обсуждены ход и перспективы развития армяно-индийского сотрудничества в сфере обороны, в том числе в сферах военного технического сотрудничества, военного образования, тактической подготовки личного состава, обмена опытом в прочих сферах. Также были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности. Ливон Айвазян представил реформы, промодимые в вооруженных силах Восточной Армении. По итогам консультации был подписан протокол о результатах консультации, в котором утвержден план сотрудничества между Министерством обороны Восточной Армении и ЕДИ на 2024-2025 годах. Предусмотрено создание совместной рабочей группы по вопросам двухстороннего оборонного сотрудничества. Армянская церковь, известная как Сурб-Карапет или Сурб-Аст-27 в провинции Хавик-Себастии, была выставлена на продажу. Церковь, предположительно построенную в XIX веке, продается за 16 миллионов турецких лир. С тех пор, как она была выставлена на аукцион, появилось много желающих. Об этом сообщает турецкое информационное агентство ИХЛАС. По данным источника, среди желающих купить армянскую церковь есть и известные звезды. Армянская церковь Сурб-Карапет или Сурб-Аст-27, турецкое название Тужи-Сар, расположенная в селе Гейдюн в провинции Хавик-Себастии, в настоящее время принадлежит некой Хатидже Акаи, которая выставила строение на продажу через аукцион. Абдул-Вахаб Илды, занимающийся вопросами продаж, рассказал корреспонденту турецкому информационному агентству, что среди желающих купить церковь есть как турецкие, так и иностранные покупатели. Примечательно, что среди желающих купить церковь есть и известные звезды, имена которых не публикуются. Илды особо отметил, что после того, как церковь была выставлена на аукцион, спрос на нее оказался чрезвычайно высоким, добавив, что церковь нуждается в реставрации. Церковь уже много лет используется местными жителями для различных целей. Примечательно, что сделку купли-продажи планируется провести на условиях строгой конфиденциальности и в присутствии нотариуса. Установлена приблизительная цена в 16 миллионов турецких лир. В ходе аукциона планируется установить предварительную цену в 5 миллионов. Агент по продаже недвижимости также подчеркнул, церковь желательно продать тем, кто сможет ее отремонтировать и, если это будет возможно, вновь открыть для места поклонения. В результате раскопок, проведенный в городе Харбер, Западной Армении, был найден армянский 165-летний резной камень. Как сообщает издание КОС, предполагается, что это надгробие. Камень, датированный 1851 годом, был обнаружен во время раскопок реконструкции церкви этого района. Элман Хэтчер, эксперт по истории искусств, выразил уверенность, что существует высокая вероятность найти в этом районе и другие подобные камни. После изучения камень передадут в музей Эль-Лазыгав. Несколько дней назад наш партнер Фонд изучения армянской культуры распространил информацию об еще одном случае культурного вандализма со стороны Азербайджана. На этот раз Азербайджан разрушил церковь Сурб-Амбарцум-Берзора, строительство которой было завершено в 1998 году. Крест на куполе был освящен 31 мая того же года. Архитектором церкви был горяча Гаспарян. Строительством руководил Георгий Аракелян. Авторами художественного оформления церкви были известный скульптор Арташе Софсипян, художник Карол Макарчан, мастер по дереву Вано Дадуян. Согласно статье 4 Гагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта из статьи 15а 2 протокола, принятого в 1999 году, ущерб, причиненный церкви Сурб-Амбарцум-Берзори, является серьезным нарушением, которое, как военное преступление, может быть привлечено к ответственности в международных судах. Преднамеренное разрушение церкви также нарушает статью 8 римского статуса и считается тяжким преступлением против человечности. Разрушение церкви Сурб-Амбарцум-Берзори также является актом геноцида. В руководстве по рассмотрению положения римского статуса о культурном наследии говорится, преступления против культурного наследия или преступления, затрагивающие его, часто связанные с геноцидом или совершаются в его рамках. Помимо физического ущерба, разрушение церкви Сурб-Амбарцум-Берзори имеет глубокие эмоциональные и культурные последствия, что считается грубым нарушением прав арцахских армян и всего армянства на культуру. Первая всеобщая гарантия культурных прав, декларация прав человека и основных свобод, в статье 27 устанавливает, каждый имеет право свободно участвовать в культурной жизни сообщества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его преимуществами. Помимо этого, в статье 4 всеобщей декларации о культурном разнообразии в пункте 4 резолюции 10.23 Совета по правам человека отмечается «Никто не может нарушать права человека, гарантированные международным правом, или ограничивать их сферу применения. Также никто не должен быть исключен из культурных обычаев доступа к ценностям». Параграф 22. Разрушение церкви также является группой нарушения права на культуру творческих личностей, архитекторов, строителей, скульпторов. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaToran Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!